Альбика Ильясова Здравствуй, Россия! Юные соотечественники приехали в Москву для участия в обучающих программах. Один солдат, две войны. В Цхенвале открылась фотовыставка Яна Гагина, участника событий в Южной Осетии и СВО. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в пригороде Сиднея провели День народных художественных промыслов. Мероприятие было приурочено к столетию русского клуба, как и другие события, организованные в этом году. Его участники продолжают сохранять и передавать богатое наследие русского языка и культуры из поколения в поколение. Гости праздника познакомились со знаменитыми русскими народными промыслами и приняли участие в мастер-классах по лепке глиняных игрушек, а также росписям посуды в стиле хохлома и гжель. Свои изделия на ярмарке местных мастеров представили около 20 человек, проживающих в Австралии. Они коллекционируют и создают народные костюмы, вышивают бисером иконы, режут по дереву, вяжут и рисуют. Юные соотечественники из Болгарии, Кипра, Ливана, Туниса, Чехии и других стран приехали в Москву по программе «Здравствуй, Россия». Проект включает обучение в школе историков-архивистов и медиашколе для соотечественников, помогая им получить уникальные возможности для профессионального и личностного роста. Молодые историки приняли участие в заседании круглого стола, посвященного актуальным вопросам предотвращения фальсификации истории, что позволило им не только углубить свои знания, но и активно включиться в обсуждение важных профессиональных тем. Также будущие историки-архивисты побывали в институтах Российской академии наук, в архиве внешней политики Российской империи и в Центральном государственном архиве Москвы. В это же время слушатели медиашколы отправились в офисы Яндекса, ВКонтакте и на площадке форума фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Я представительница из Бреста, Республики Беларусь. Поехала по программе «Здравствуй, Россия» в Москву. Чтобы расставаться было настолько больно, такого у меня еще, наверное, никогда не было. Благодарность всем ребятам, абсолютно всем, которые были на программе. Я очень рада, что между нами не было никаких красных лун, и что мы играли на одной стране поля. Гости из-за рубежа посетили и культурные места столицы – Красную площадь, Кремль, Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и Воробьевы горы. Помимо этого, юные соотечественники побывали в Музее Победы на Поклонной горе, где узнали о подвигах российской армии, ключевых сражениях во время Великой Отечественной войны. В Юго-Осетинском государственном университете состоялось открытие фотовыставки «Один солдат. Две войны». Ее автор Ян Гагин – политический аналитик, участник событий в Южной Осетии и специальной военной операции. Подробнее в следующем материале. Организатором выставки, посвященной годовщине военной операции 2008 года, стал «Русский дом» в Цхинвале. Мероприятие посетили жители и гости республики. Главной задачей автора было показать, что военный конфликт в Цхинвале и СВО – это прокси-войны, которые ведут США и их сателлиты по всему миру в своих интересах. Одни и те же организаторы, одни и те же участники, одни и те же принципы и одни и те же задачи стоят перед теми, кто начинал эту войну. И хотел показать как раз активное участие, прежде всего, в Соединенных Штатах и их союзников из Североатлантического Альянса в обеих войнах. На выставке представлены материалы, подтверждающие вовлеченность в конфликт США и других стран-членов НАТО, а также свидетельство непосредственного участия иностранных наемников, в том числе украинских националистов. Элизарет Виктория Киновард специально для программы «Время русского мира». Кинокомпания «Родина» продолжает работу над документальным фильмом «Сцены на передовой», завершив съемочный период. На этапе постпродакшн команда проекта поделилась с нами уникальными кадрами. В этот раз подробнее узнать о киноленте поможет интервью с участником фронтовой творческой бригады «Рубиновая звезда». Фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа с позывным «Рубиновая звезда» поддерживает бойцов в зоне СВО. За полтора года на их счету уже более тысячи концертов на третьей, второй и первой линиях обороны. Иногда выступления длятся по два часа, а иногда из-за обстрелов и бомбежек всего 15 минут. Мы все сплотились в один большой разящий кулак, и каждый, кто здесь находится, он вносит частичку своего таланта, своей души, своего умения. То, что он умеет делать. Даже то, что ты не умеешь делать, ты можешь здесь этому научиться. И поскольку я артист, то я могу, как говорится, разить врага песней, танцем, словом, вдохновлять наших ребят. Работает фронтовая бригада слаженно и без перебоев. Когда нет электричества для аппаратуры, поют под баян и гитару. Выступают у костра, в палатках и землянках. Ведь знают наверняка. Песни и музыка поднимают боевой дух, помогают солдатам справиться со стрессом и напряжением. Песня лечит, музыка лечит. Потому что, когда нам хорошо, мы поем. Когда нам грустно, мы тоже поем. И нам становится немножко чуточку веселей. Поэтому мы своими песнями, танцами мы пытаемся разбудить в бойцах самые теплые, сокровенные чувства, которые они вынуждены держать в себе во время серьезных боевых действий. Также артисты посещают школы и ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Луганской и Донецкой народных республиках. В их репертуаре – композиции русского рока, известных эстрадных исполнителей и собственного сочинения. Напомним, документальный фильм «Сцена на передовой» получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект также поддерживает Министерство обороны Российской Федерации. Премьера картины планируется осенью этого года. Евгения Пахурдинова специально для программы «Время русского мира». В Санкт-Петербурге начали работу курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка. Русисты, представляющие 25 стран мира, стали гостями Санкт-Петербургского государственного университета. Мероприятие проходит шестой год подряд при поддержке Россотрудничества и Фонда «Русский мир». Русский язык и литература в школе и в УЗИ – специфика преподавания билингвам и инофонам. Так называются курсы для зарубежных русистов из стран СНГ, Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая и многих других. Несмотря на непростую геополитическую обстановку, в число участников вошли представители Италии, Испании, Германии, Румынии и Молдавии. Гостем торжественной церемонии открытия стал исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин. На протяжении двух недель слушателей ждет интенсивная программа, которая будет включать современные методики преподавания, развитие творческого мышления и коммуникативные модели как альтернативные методы обучения. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова